Азербайджан боится активизации Минской группы АБСЕ. Поэтому Алиев и прибегает к провокациям. После прошлогодней кровавой агрессии против Нагорно-Карабахской республики, Азербайджан делает вид, что вопрос НКР решен, а значит Минская группа АБСЕ изжила себя. Об этом президент Алиев заявляет направо и налево, чуть ли не ежедневно в большинстве случаев для внутренней аудитории, дабы оправдать гибель своих бойцов в этой войне. И, конечно, пытается посылать миссии к же мировому сообществу, международным организациям, в первую очередь той же Минской группе АБСЕ, мол, вопрос он решил единолично. Вернее, с помощью Турции. По большому счету, последнее обстоятельство, участие Турции, переброска на фронт военной техники, инструкторов и подчиняющихся ей боевиков, порождает серьезные вопросы у политизированного сегмента армянского народа. Неужто участие члена НАТО Турции в прошлогодней кровавой агрессии была сведома Североатлантического военного альянса? Если да, то по какому праву? Если нет, то почему до сих пор альянс не наказал своего агрессивного члена или вовремя не остановил строптивого стратегического партнера? Вряд ли в уставе НАТО существует пункт, согласно которому члены альянса могут направо и налево раздавать боевую технику и человеческие ресурсы другим государствам, которых провозгласили стратегическими партнерами. Что Азербайджан уже член НАТО, а альянс об этом не ведает? Судя по послевоенным ненормальным развитием событий, вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении, диверсионно-террористические действия на нашей территории заинтересованным сторонам все прекрасно известно. Знают и о мотивации начала войны, и о вторжении Азербайджана на территорию Армении, равно как и то, что все это не обошлось без братской помощи Турции, осуществившей в 1915 году геноцид армян. Рано или поздно вопрос участия Турции в прошлогодней войне на стороне Азербайджана будет поднят. И хорошо бы, чтобы инициатором выступили именно сопредседатели Минской группы АБСЕ. Почему именно они? Потому что двое из сопредседателей США и Франции играют первые скрипки в военно-стратегическом альянсе НАТО. Трудно поверить, что США и Франция, долгие десятилетия занимающиеся мирным урегулированием Карабахского конфликта, дали согласие Турции участвовать в агрессии против Нагорного Карабаха, либо поощряли ее агрессивные действия. Наоборот, своими призывами и США, и Франция пытались остановить кровопролитие. Но турецко-азербайджанский тандем пошел до конца. Ныне же, когда МГАБСЕ пытается активизировать свои действия по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, вышеперечисленные вопросы приобретают особую актуальность. Без ответа на эти вопросы трудно представить мир и стабильность в регионе. По поводу и безевропейские страны, и международные организации акцентируют, что они с армянским народом поддерживают нашу демократию. «Мы ценим это отношение, но доказательством этой поддержки должно служить и обуздание агрессора, спрятавшегося за спину новоявленного стратегического партнера из НАТО». Что касается сопредседателей МГАБСЕ, действительно, в последние месяцы участились заявления об активизации действий. На днях об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкин в поздравительном послании Арарату Мирзаяну по поводу его назначения министром иностранных дел. «Приветствуем скорейшее возобновление предметных переговоров в рамках сопредседателей Минской группы АБСЕ», говорится в послании. Франция продолжит оказывать Армении помощь в преодолении последствий Нагорно-Карабахского конфликта, который привел к многочисленным жертвам, и как сопредседатель Минской группы АБСЕ и впредь будет последовательно в поисках путей долгосрочного урегулирования. Это строки из поздравительного послания Арарату Мирзаяну министра иностранных дел Франции Жана и Валедриана. Третий же сопредседатель, Российская Федерация, просто поддерживает активизацию работы сопредседателей Минской группы АБСЕ по Нагорно-Карабахскому урегулированию на основе имеющегося мандата и при адекватном учете новых региональных реалий. Об этом на днях заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы считаем, что тройка, стран-сопредседателей Минской группы АБСЕ, могла бы содействовать повышению доверия между Ереваном и Баку, а также решению гуманитарных вопросов, и это послужило бы предпосылкой для перехода к обсуждению политических проблем», отметила она. Тем временем Баку, вернее, президент Алиев всячески пытается уклониться от вопроса, делая вид, что игнорирует существование Минской группы АБСЕ. Однако не приходится сомневаться, что как только МГ возобновит работу, Алиеву придется отвечать на многие, мягко говоря, неприятные ему вопросы. Почему на территории Азербайджана, несмотря на подписанное 9 ноября прошлого года трехстороннее заявление, продолжают задерживаться армянские военнопленные? Более того, их судят за совершенно надуманные преступления, почему Азербайджан вторгся на суверенную территорию Армении и похищает наших солдат на нашей же территории, чуть ли не каждый божий. День совершая диверсионно-террористические акты. Мы то прекрасно знаем, для чего это делается. А надо бы, чтобы занимающиеся вопросом региональной безопасности и стабильности, которые также прекрасно понимают все, предприняли предметные шаги для обуздания агрессора. Излишне напоминать, что Минская группа АБСЕ была сформирована именно с целью содействовать мирному урегулированию Карабахской проблемы. Азербайджан же за минувшие годы сделал все возможное и невозможное, чтобы торпедировать мирное урегулирование, ныне же продолжает наращивать напряженность в регионе. И самое главное, Минская группа не может обойти вопрос статуса Нагорного Карабаха. Наиважнейшим пунктом многолетних переговоров был именно вопрос статуса. И именно этого ныне бойца Алиев с пеной у рта утверждающий, что вопрос решен и именно поэтому нагнетающий обстановку в регионе. Пока что это ему удается. Но только пока. Ничто не вечно под луною. Настанет время и держать ответ за свои деяния. 7 сентября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мерзаян принял главу делегации ЕС в Армении посла Андреа Викторин. Как сообщили Арменпресс, собеседники обсудили повестку отношений Республики Армения и Европейского Союза, основанных на общих ценностях, взаимных устремлениях, на демократическом развитии и обеспечении верховенства закона. Они придали важность сотрудничеству в области политического диалога, торгово-экономических отношений, образования, транспорта, энергетики и окружающей среды. Министр и посол Андреа Викторин особо остановились на реализации инфраструктурных проектов на юге Армении. Особо была подчеркнута необходимость полного выполнения соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армении и ЕС и полного использования возможностей сотрудничества, которые оно предоставляет. Стороны обменялись мнениями о Восточном партнерстве, а также о реализации предстоящего саммита Восточного партнерства, сообщили в МИД. Арарат Мерзаян обратил внимание Андреа Викторин на провокационные действия подразделений Вооруженных сил Азербайджана, направленных против суверенной территории Республики Армения, которые представляют серьезную угрозу безопасности и устойчивому развитию всего региона. Стороны коснулись гуманитарных вопросов, возникших в Арцахе после 44-х дневной войны. В этом контексте была подчеркнута актуальность вопроса о безоговорочном возвращении армянских военнопленных и мирных жителей, содержащихся в Азербайджане в качестве заложников. Арарат Мерзаян придал важность возобновлению мирного процесса по всеобъемлющему урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы АБСЕ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Существу Алексея